Поручением особый контроль. Очередная рабочая поездка главы региона Александра Цибульского в Тиманский и Пёшский сельсоветы прошла в режиме отчёта о проделанной работе. С момента прошлой командировки в эти муниципалитеты прошло почти три месяца. И вопреки прогнозам скептиков, с замёрзшей точки удалось сдвинуть несколько важных инфраструктурных проектов. Подробности в репортаже Тимофея Жукова. Нет отдалённых сёл, есть лишь равнодушие к ним. В сентябре живописный посёлок Выучейский, первая точка на нашем маршруте, в июле отметит своё 85-летие. Отметит с грустью и с надеждой на завтрашний день. В сентябре местная школа-сад примет лишь одного первоклашку. А потому переживают здесь, не закроют ли образовательные учреждения в посёлке. Основная проблема у нас – это дорога. Мы всё просим, чтобы нам сделали дорогу до Индиги, чтобы хоть как-то можно было… Это, во-первых, решит проблему и посёлка Индиги. Можно будет… У нас здесь пресная вода, можно из реки брать пресную воду, а то у них там проблема с водой. И проблема доставки жителей. Тогда не надо будет содержать интернат. Лучше закупить просто один автобус и, пожалуйста, детей в школу увезти, детей со школы обратно привезти. Это, во-первых, обойдётся намного дешевле для школы и для образования, вообще для округа. Осмотрев инфраструктуру посёлка Выучейский, держим курс на Индигу. В феврале глава региона дал 12 поручений по Тиманскому сельсовету. В списке самых актуальных – организация дневного стационара, обеспечение жителей чистой водой и возобновление строительства школы-сад. На встрече с активом муниципалитета в первую очередь речь зашла о долгострое. Всем было довольно сложное с точки зрения корпоративных процедур. Мы там решали юридические вопросы. Сейчас мы их полностью все решили. Забрали эти полномочия в округ. Деньги уже выделили на строительство, они у нас есть. Сейчас в ближайшие дни, на месяц, будет выбран подрядчик, который будет строить. И в течение месяца начнётся физическая достройка школы. Через полтора года мы надеемся уже выйти на её торжественное отсутствие. По пути в следующий населённый пункт Нижнюю Пёшу наш борт совершил облёт устья реки Индига, а также живописного мыса Святой Нос. Именно в этой точке НАУ запланировано строительство в далёком обозримом будущем круглогодичного морского порта для перевалки добытого топлива. Наша командировка совпала с Днём защиты детей. А потому визит в село начали со сладких подарков малышам летнего лагеря. Придумывали эмблему. Придумывали? Да. Так, и какая эмблему будет? У нас Барселона. Барселона? Да, там нарисовали вратаря и вороты, и мешки. Ну то есть трудились много сегодня? В самое время попить чайство. Ладно, будет тяжёлый, всё идите чайки. Всё справедливо. Безусловно, в актив мартовских и сегодняшних встреч в Нижней Пёше можно занести решение реанимировать в муниципалитете молочную животноводческую ферму. Местное СПК уже передало безвозмездному муниципалитету помещение под будущий коровник. Выделены деньги со стороны окружной администрации. Пока в районе 18 миллионов, которые будут запущены на капитальные работы по реконструкции этого здания, в результате которого мы можем запустить уже КРС, всё стадо уже под нормальное помещение. В позитивной динамике решаются и другие вопросы муниципалитета. Уже летом начнётся ремонт фельдшерского пункта, а в рамках программы «Чистая вода» в марте была введена в эксплуатацию водоподготовительная установка. Запущен благополучно проект по чистой воде. Люди начинают пользоваться этими услугами. Есть, конечно, пожелания по улучшению, но это в результате эксплуатации водоочистки. Эти замечания будут устранены, то есть где-то плюсы-минусы учитываются и устраняются. Строятся планы и по возобновлению строительства жилья для специалистов. Поручения, данные ранее властями, выполняются. Контроль за ними в режиме онлайн. Кроме того, есть решение по строительству и переселению из аварийного жилья. Сейчас мы посмотрели проекты домов, которые можно будет использовать для строительства домов оленеводов. В общем, поговорили с людьми по всем направлениям деятельности и по области медицины. То, что нам уже удалось сделать в области образования. Поздравили детей с праздником защиты детей, подарили им торты. Надеюсь, что привезли им немножко хорошего настроения. Поэтому двигаемся, работаем, все, что можем, делаем и будем продолжать такими же темпами исполнять то, что обещали.